Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос, точнее даже не вопрос, а такую историю. Вы знаете, лично мне, исходя из того, что вы написали, показалось, что работа для вас слишком важна. То есть, лично мне показалось, что работа для вас это прямо очень что-то сильно важное, работа для вас очень что-то прямо сильно ценное, и работа для вас это прямо вот то, без чего вы вообще жить не можете. То есть, образно говоря, значенность работы для вас, она слишком большая, слишком серьезная, слишком высокая, если угодно. И мне кажется, мне кажется, что в первую очередь нужно, точнее очень желательно бы снизить вот значимость работы для вас, чтобы не было такого, да, что вы так сильно хотели ее найти. Это первое. Второе. У меня возникло ощущение, что вы очень, знаете, такой человек, поспешный немного. То есть, у меня сложилось такое впечатление, что вы слишком торопитесь, что ли, что вы слишком волнуетесь, что ли, что вы слишком переживаете, что ли, за работу. С одной стороны, но с другой стороны, у меня возникло ощущение, что вы не углубляетесь в какой-то вот, ну, в какой-то предмет, в какой-то материал. У меня возникло ощущение, что вот поверхностно вы все воспринимаете. Показательным примером, на мой взгляд, хорошим примером является история с банком. То есть, вот вы говорите, что, значит, ну, типа, что, что вот я уже шла домой, да, там, спила кофе, и тут видно, что этот банк там, ну, банкрот, банкротом является, да. И вы на это отреагировали достаточно негативно. То есть, как бы, вы не поняли, что это за банк, вы не изучили эту тему, вы не посмотрели, наверное, что из себя этот банк представляет. А ведь это очень важный момент, потому что, ну, банк, если устраиваться, то нужно такой надежный и хороший, ну, вот. Смотрите, значит, что, значит, бросается достаточно сильно в глаза, да. В первую очередь бросается в глаза неопределенность, что нет какого-то вот четкого у вас направления, да, которым бы вы могли и которым бы вы хотели, допустим, заниматься. Нет такого. Вероятно, нет четких ценностей у вас, четких таких ориентиров, что вот мне нравится, в чем я лучше, чем я хочу заниматься. И пытаетесь вы, вот у меня такое ощущение возникло, да, что пытаетесь вы работать просто там, где работаете. То есть, вот где получится поработать, там вы и работаете. Ну, понятно, что определенные критерии есть, понятно, что есть какие-то вот, ну, какие-то рамки, да, ниже которых вы не возьметесь. Это понятно. Но нет четкой определенности, нет четкого понимания того, чем вы хотите заниматься и в чем вы лучше. То есть, вы говорите, что я сильная женщина. Хорошо, в чем ваша сила? А умеете ли вы быть слабой? То есть, у меня возникло ощущение, что у вас есть гиперответственность. То есть, это как бы тоже, скорее, деструктивная тенденция для вас, нежели чем позитивная. Вот. Это очень важный момент. Все. И с этим нужно работать, на самом деле. Понимаете, какая штука. С этим нужно взаимодействовать. То есть, с этим нужно раскрывать ценности ваши и сильные стороны нужно раскрывать. С другой стороны, в ваших сообщениях меня что-то натолкнуло на такую мысль, что вы себя недооцениваете и вы себе не додаете. Если это так, то это тоже обязательно нуждается в корректировании. Потому что, ну, могут, вот, могут, ну, могут люди чувствовать это, что вы себе что-то не даете и, соответственно, относиться к вам соответствующим. Вот. Еще есть ощущение, что вы трудоголик. То есть, есть ощущение, что вы вот не можете без работать, вам обязательно нужно работать. Трудоголизм, как и любой голизм, является, ну, голизм, а не, как любая зависимость, является, ну, как бы, деструктивной тенденцией. Является сублимационной деятельностью и сублимационным поведением, то есть через потребность в той же работе, да, вот через потребность вы решаете какую-то другую свою потребность. Например, пытаетесь быть значимой, ну, вот, желание у вас такое быть значимой, там, чего-то достичь, там, чего-то добиться и так далее. Но это обязательно нужно сделать через работу, причем через работу классическую, так как, вот, ее понимают, ну, большинство. Но, может быть, вам это не подходит. И если у вас есть желание именно чего-то добиться и чего-то достичь, то, вероятно, вероятно, речь идет о все-таки немножечко других историях, не о работе как таковой, в принципе, да. А речь идет именно о раскрытии того, что стоит за потребности в работе и раскрытию, опять же, своих способностей и так далее, вот, своих желаний, возможно, своих мечтаний и так далее, вот. Что касается работы с мужем, то, вот, здесь, опять же, очень важно то, какие у вас отношения с мужем, то есть, что вы делаете, что вас связывает, какая у вас коммуникация. Если отношения с мужем доверительные достаточно, то в таком случае, на мой взгляд, имеет смысл вам, конечно же, работать с ним. Но, то, что вы делаете, это от безысходности, говорит, конечно, о слишком большой значимости для вас работы, а это, как я уже сказал, достаточно серьезный негатив, ну, негативная тенденция для вас. Вот, значит, ну, и, наверное, последнее, что я хотел бы вам сказать, это то, что вы пишете про страхи. То есть, вот, тут как-то, вот, как-то внезапно, да, внезапно, вы пишете, что, вот, значит, идя домой, туда бы заскакивали, но что-то открыть, я боюсь сама, я денег у мужа просить не хочу. То есть, вы боитесь, но с чем связан страх? Опять же, такое ощущение, что вы боитесь успеха. То есть, я, конечно, не могу знать всех деталей, но есть такой вот момент, что вы, очевидно, хороший сотрудник, что вы, очевидно, значимый сотрудник, что вы, очевидно, компетентный сотрудник, что вы, очевидно, усердный сотрудник. Это все очевидно. Но, вот, успех, поверить в успех, в то, что вы можете добиться успеха, мне кажется, у вас не получается. И, как бы, подобный запрет на успех, если он действительно есть, он действительно снимается исключительно, ну, не только, конечно, но в том числе и транзактным анализом. Я не думаю, что следует использовать какие-то именно модные средства, так сказать, способы психотерапии. Я думаю, что гораздо эффективнее было бы поработать с вами, пообщаться с вами и понять, какой метод лучше всего использовать. Ну, вот, вам именно. Это, мне кажется, было бы гораздо более продуктивно. Вот. Вот, в целом, такой можно дать вам опрессовет. То есть, мне кажется, что вы исходите из исключительно поведенческого, значит, экстравертного разреза. Взаимодействие с работой. То есть, у вас изнутри, вот, все, что у вас идет изнутри, то, что я вижу, это желание работать. Не важно, где, кроме, кроме озвученных вами планок. Не важно, не важно, кем, кроме озвученных вами планок. Не важно, за какую сумму, кроме озвученных вами планок. Главное, чтобы была работа, главное, чтобы было дело. Такое ощущение, что с помощью дела вы бежите от реальности, вы бежите от себя. И кто знает, может быть, сейчас у вас появилась возможность наконец остановиться, прислушаться к себе, постоять, да, какое-то время ничего не делать, но, во-первых, у вас есть возможность это, я так понимаю, реализовать, вот, постоять, ничего не делать, разобраться в себе и уже после этого двигаться более осознанно. Потому что, если человек, например, ну, хочет или, если человек не хочет чем-то заниматься, то он не будет это делать. А если он хочет, он будет это делать. То есть вы можете добиться того, чего вы хотите, чем вы хотите заниматься, в разных формах. Не обязательно это будет в форме классической работы, на первое время, но это обязательно будет. Но вот здесь для этого необходимо, чтобы изнутри у вас шла вот эта вот направленность на занятия тем, что вы хотите, тем, что вам нужно, тем, что вам надо, тем, что вам нравится, тем, в чем вы сильны. Вот вы говорите про развитие, да, но развитие ради развития, это весьма абстрактная такая конструкция. Развитие, у развития, опять же, есть цель. У развития есть направленность, у развития есть предмет, у развития есть, условно говоря, смысл даже. И всего этого такое впечатление, что у вас нет. Именно поэтому возникает ощущение, что у вас действительно очень много сил. Но вы эти силы расходуете, знаете как, распыляете. То есть вы не сосредотачиваете их в одну какую-то точку, например. Вы не сосредотачиваете свои, ну, свои силы вот на чем-то одном. И исходя из этого, возникают, конечно же, проблемы. И проблемы достаточно серьезные. Вот. Кроме того, вы, опять же, не сказали, почему вы уволились с работы предыдущей. Что тоже очень важный момент, вот. На мой взгляд, очень тоже важный момент. И вот то, что вы верите в космическое что-то. Ну, опять же, с точки зрения психологии, здесь вы перекладываете ответственность, значит, с себя на вот что-то космическое. То есть я не говорю, что чего-то космического не существует. Я не знаю, как не знает любой другой человек. Но в рамках психологии, в рамках психолога, в рамках психологического восприятия и психологической оценки, космического не существует. Существует только ваша ответственность, существует ряд факторов, которые от вас не зависят. Но это нечто реальное, то, на что вы в той или иной степени можете, способны повлиять. Если, конечно, этого захотите. Поэтому, на мой взгляд, исходить нужно именно из тех моментов, из тех постулатов, которые я писал. Я желаю вам удачи, всего доброго. Если будет необходимость, обращайтесь. Буду рад вам помочь.